Здравствуйте! Вы смотрите программу «Реальные кадры». С вами Мария Шматкова. 18 мая кафе Любава отметит свой первый день рождения. Ровно год назад кафе открылось в нашем любимом городе Одинцова. Сегодня мы встретились с генеральным директором компании «Гармония вкуса». Ольга Александровна, здравствуйте! Рада с вами познакомиться. Вам всего лишь год, но на самом деле, безусловно, агросоюзу Любава гораздо больше. И вы уж кто не вы как эксперты в правильном питании и в правильных продуктах. Действительно, вы правы, потому что, наверное, хоть нам и всего лишь годик, но мы уже являемся теми представителями российского качества, о чем все время говорит наш президент и наше государство, что сегодня самое главное в России – это поддержка российского производителя, а мы – те люди, которые поддерживают государство. Мы считаем, что наша компания, наш агросоюз Любава является тем фундаментом для России, который поднимает на сегодняшний день заводы, а это заводы Мценского мясокомбината, это Орловская область, это Барышский мясокомбинат, Ульяновская область, это Тейковская швейная фабрика, Ивановская область, это Липецкая область, Красненский молочный завод. То есть я уже назвала вам четыре основных наших производителя, которые на сегодняшний день делают достаточно серьезные объемы для нашего российского покупателя, а реализуем мы их в наших фирменных магазинах, кофейнях, которые называются «Агросоюз Любава», которые в своем названии уже несут ту основу «Агросоюз Любава». А мы «Гармония вкуса», то есть та организация, которая реализует всю эту продукцию, 18 мая, как вы были правы, отмечаем свой первый день рождения. С 12 до 14 будет проходить праздник? Да, в нашем кафе будет торжественное мероприятие, мы ждем всех наших покупателей и ждем наших новых гостей, кто еще не был у нас. С 12 до 14.00 у нас будет торжественный обед, естественно, с праздничным тортом, с брызгами шампанского, с веселой музыкой. И, конечно же, я думаю, что с вкусными подарками от нашего бренд-шефа. Ольга Александровна, вам всего лишь год, но за этот год вы сумели завоевать сердца многих горожан. Ведь я правильно понимаю, что сначала кафе открывалось для внутреннего подробления, то есть вы хотели просто кормить ваших сотрудников, но потом планы немножко изменились. Они не то что изменились, а наши внешние покупатели, они начали просто постоянно заходить к нам и говорить, а что это такое, что у вас здесь находится. Мы сначала называли себя столовой для сотрудников, потом потихоньку, потихоньку, и нам начали говорить наши же внешние покупатели, вы не похожи на столовую, вы настоящий ресторан. Да, нового типа, может быть, кафе-ресторан. То есть нам очень много различных наименований давали. Но мы подумали, что почему бы и нет. Если у нас есть вместимость, у нас есть хорошие повара и кондитеры, у нас есть бесподобный бренд-шеф, почему мы не будем угощать и не дарить те вкусы, ту гармонию вкуса, которую мы можем сделать. И мы летом, наверное, где-то в августе открыли свои ворота для всех внешних наших гостей. То есть, получается, жители сами вас подтолкнули, потому что они хотели кушать качественные продукты, они хотели кушать вкусную, здоровую еду. А еще самое главное, это очень экономично. Экономично на самом деле, потому что мы же являемся сами производителями, то есть наша кухня производит и сразу же все это выкладывает вам. Ну, прям горячее, все свежее, и у нас никогда не бывает, не знаю, использования на второй день. Мы просто это категорически в нашем кафе запрещено, так же, как и в магазинах. Потому что в магазинах у нас есть зона кофейни, где мы продаем готовую еду, где ресторан тоже делает для наших потребителей, я уже имею в виду магазины потребителей, очень вкусную, очень качественную и необычную еду. Срок годности 24 часа. Это говорит о том, что каждое утро поступает в магазин свежая еда, потому что ночью ее готовят наши шеф-повары. У вас несколько магазинов в городе? На сегодняшний день мы охватили уже три региона. Да, нам еще только будет год, но мы охватили уже три региона. У нас в Орловской области открывается сеть. Мы уже с января месяца открыли четыре магазина в Орле и в Ницинске. Мы открыли четыре магазина в Санкт-Петербурге, то есть мы туда пошли, на север, и Москва и Московская область. На сегодняшний день 23 магазина, но мы еще в развитии. То есть планируется буквально еще в течение полутора месяцев два открыть магазина в Красногорске на Дачной и в Одинцово на вокзале 39. Там у нас рядом неофитнес, по-моему, так называется, спортивный клуб. Мы считаем, что здоровая еда должна быть где-то рядом с этим заведением. Со здоровым образом жизни. Со здоровым образом жизни. Но у вас ведь все, получается, от входа до внутренней составляющей, это все Россия. От поля до прилавка. Это наш основной, наверное, лозунг. Это наш основной лозунг, потому что мы являемся и производителями, и у нас нет перекупщиков, и все это доходит до прилавка, до магазина. Поэтому нам в этом есть собственный интерес, соблюдать полную цепочку вот эту технологическую от производства и до того, когда уже доходит до покупателя. Это интересно покупателю, потому что это экономично, а самое главное, он понимает, где это производится. Что это мясо, выращенное в России, это молоко, которое выращено в России. Без химии, без ГМО, об этом даже говорят наши сроки реализации. Сначала первое время была очень странная реакция от наших покупателей, потому что когда они открывали молоко... Да, оно на следующий день, естественно, уже скисало. И тогда все время мы приходили к тому, что вот раньше, когда ваши бабушки, дедушки 20 лет назад открывали молоко, то оно сворачивалось и получалось простокваша. Не горькое молоко, как сейчас, например, получается, а именно простокваша, оно сворачивается. Вот у нас то же самое, потому что на сегодняшний день там нет ничего химического. То есть это чистое натуральное молоко. Ольга Александровна, мы вас поздравляем с первым днем рождения, желаем вашей компании развиваться и дальше. Ну а сейчас хотелось бы познакомиться с вашим бренд-шефом и более подробно узнать о вашем меню. Ну и, конечно же, подегустировать. Я хотела бы вас всех и всех наших зрителей пригласить в наш Агросоюз Любава, чтобы вы нашли свою гармонию вкуса. А сейчас мы вам представим бренд-шефа Агросоюза Любава. Здравствуйте. Алексей, очень рада с вами познакомиться. Это, можно сказать, что это ваше детище. Ну вы уже нам по секрету сказали, что оно, конечно, не в полном масштабе, как планировалось, но тем не менее у вас, мне кажется, получилось все прекрасно. И тому подтверждение многочисленные гости, которые ежедневно приходят в ваше кафе, чтобы кушать вкусную еду. И, главное, качественную. И качественную. Алексей, мне бы очень хотелось, чтобы вы, конечно, подробно сегодня рассказали нашим телезрителям о том, чем вы кормите своих посетителей, а самое главное, из чего. А мы сейчас пройдем с вами, возьмем подносик, да? Давайте. И прям соберем, сформируем обед. Конечно. И самое главное, потом мы это все посчитаем и скажем нашим телезрителям, сколько, да, средний чем обеда, который вы... Главное, что еще съедим, да? Еще съедим, продегустируем, поделимся. Ну, жаль, конечно, камера не передает вкуса и запаха. Вот, кстати, в магазине можно найти всегда нашу продукцию. И можно просто ради интереса... Давайте заглянем. Давайте, давайте, да, немножечко. Да, вот видите, вот это все, если вы увидите, вот это все. Колбаса Орловской области, молоко из Липецкой области. Наши производители, ну, это производители Агра, Союза Любава, да? То есть это Красненский, да, это Мценский мясокомбинат. Еще у нас есть Ульяновский, вернее, это Мценский колбасный завод, а есть у нас еще Ульяновский мясокомбинат, который производит стати. Вот, видите, да? То есть вообще Агросоюз сориентирован на что? На то, что мы кормим армию. Это самое главное. Армия кто? Наши защитники. А что у нас в меню у солдат? У солдат? Тут, кстати, очень много меню солдат. Ну, давайте, немножко, хотя бы покажем. Нет, вот, чтобы было понятно, это все разбивка, а вот это все индивидуальное рационное питание, да? То есть Агросоюз Любава, в общем, не только кормит, может и одеть, и накормить полностью. И спать и ложить. Причем не только армию, не только своих сотрудников, сотрудников своей компании, но и вообще всех жителей нашей огромной страны. Ну, в частности, мы берем, конечно же, Одинцово, наш любимый город. Ну, мы здесь базируемся, и все наше производство здесь тоже в Одинцовском районе находится, да? В частности, наш цех, да, и будущее наше крупное производство находится тоже на территории Одинцовского района. Так что, кстати, обратите внимание, вот это тоже производство Агросоюза Любава. Ну что, пройдем в кафе? Что сегодня на обед? Меню у нас вообще цикличное, да? То есть, оно каждый день меняется, каждый день мы повторяем только какие-то гарниры, да? Допустим, у нас может, там, допустим, ну, не знаю, каша гречнева два раза идти в неделю. Да, так все это циклично происходит. Сегодня у нас салат столичный, ну, всем известный салат, да? Мы любим салат столичный, да? Тот же Оливье, да? Салат из помидоров, огурцов, салат... Ну, вот для, скажем, столовой кафе, да, кафе, да, салаты сердерей, яблоко и морковь очень редкость, потому что в производстве данного салата есть такие ингредиенты, как сердерей, которые люди, вот, да-да-да-да-да, люди все-таки, ну, относятся к ним с таким... Ну, кто, наверное, следит за своей фигурой и за своим здоровьем, он с радостью выбирает именно этот. Да, мы следим однозначно, то есть вот уже для меня салат есть. То есть вы стараетесь вот этим меню, да, удовлетворить вкус, ну, огромного количества людей. Ну, на самом деле так оно и есть. В кафе можно приходить завтракать и в кафе можно приходить обедать. У нас, кстати, очень большие завтраки, да, в которые входит и каша, да, и блинчики, и сырники обязательно. И на раздачу, вот сейчас вы увидите, сейчас мало осталось, у нас очень много пирогов, то есть порядка восьми видов. Кстати, эти же пироги делаются у нас в цеху, и они потом отправляются по нашим магазинам по кофейне. Это все делается у нас. То есть это все Агросоюз Любава. Ну что, собственно, берем... Вот, кстати, вот здесь представлено одно из немногих того, что мы делаем, видите, это вот любоесты, да, ну, сэндвичи, скажем так. Так, я взяла приборы, буду сегодня пробовать все. Итак, Алексей, ну давайте, рассказывайте, вы хозяин, это ваша кухня. Давайте вот начнем, да, вот у нас есть такой маленькие такие сеты, да, вот скажем так, ассорти солений, да, то есть это вот все солилось у нас здесь на месте. Да, это серьезно, так? Да, грибы, это тоже маринованные здесь мы солили. Ну, естественно, помидоры мы не выращивали с перцем, да, это понятно, да. Но вот в основном, да, сметана, соответственно, с нашего Красницкого молочного завода. Ну так, мы к супу берем сметану. Да, конечно, если вы будете больше, то возьмите сметану. И попробую соленье. Да, попробуйте соленье. Это вот наши сэндвичи, которые мы тоже делаем, все сэндвичи сделаны или с нашей колбасой, или с нашим карбонатом, вот, которым мы делаем. Соответственно, ну вот хотите, или можно будет попозже попробовать это, можно с собой будет взять, мы вас угостим с удовольствием. Кстати, на вынос вы тоже работаете, и очень многие к вам посетители приезжают и могут забрать с собой еду. Итак, Алексей, ну что, сметану к борщу, соленье. Ну, я не откажусь попробовать запеканку. Welcome. Уж дегустировать, так дегустировать. Обратите внимание, что там сметана уже внутри, да? То есть, как бы мы позаботились. Это тоже вашего производства. Да, 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 мы позаботились о людях и положили же сметану, чтобы не бегал никто, не искал, где здесь сметана. Вот, рекомендую, кстати, попробовать компоты, очень все с удовольствием. А какой ваш самый любимый компот? Мой? Да. Класс. Его здесь нет. Нет, 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 на самом деле из сухофруктов, да? Очень, ну это, наверное, из детства все идет. Итак, у нас есть компот появился. Да. Вот это, кстати, наверху наши, у нас есть здесь маленькие кондитерские цехи, работают кондитеры. Вот все, что здесь представлено, это все делается здесь. Вплоть до того, что джем фруктовой начинки, который в корзиночке, тоже сделан здесь. Собственно, ее я и возьму. Собственно говоря, я это и не люблю. А это, между прочим, самый любимый мой десерт из моего детства. Раньше были потрясающе вкусные корзиночки с песочным тестом и с джемом внутри. Кстати, оно песочное тесто, внутри апельсиновый джем и яичный белок. Яичный белок взбитый. Что попробуем? Ну, будем борщ. Мы же взяли сметану, значит, борщ. Ваш рецепт борща. У каждой хозяйки есть, кстати, свой секретный ингредиент. Есть ли он в вашем вообще? Значит, я, ну, чтобы было понятно, да, что все-таки в кафе есть некие стандарты, да, по которым мы работаем. И, соответственно, мы должны выдерживать какую-то золотую середину между качеством и ценой борща. Понятно, что мы стараемся, чтобы он был по вкусовым своим качествам очень-очень вкусный, но при всем при этом он должен еще входить в стоимость цены. Поэтому есть некие моменты, которые только для кафе, да, они, вот, ну, скажем так, приемлемы, да, то есть есть какие-то секретные ингредиенты. На самом деле это достаточно стандартный борщ с советских времен, взятый из рецептурника советских блюд. Поэтому, ну, попробуйте сейчас. Обязательно попробуйте. Знаете, главное же ведь что? Главное, чтобы не отходить от того, что написано. А ведь в советское время всегда что было? Все вкусно и качественно. Можно овощи? Правильное питание? Правильное питание абсолютно. Ну и рыбу. Рыбу. Кстати, горбуши, между прочим, это тоже наша компания поставляет. Называется Рыбацкая деревня. В общем, все, что есть в кафе Любава, выращено в нашей стране. А вот это вот не могу не согласиться с вами. Пирожочек, может быть, какой-нибудь попробуем? Ну, попробуем, да. Какой? С вишней. А варенье? Вот я вижу огромное количество варенья. Варенье клубничное, вишневое, клюквенное. Сварено здесь все. Слушайте, вам нужно приходить за вкусной едой. Вот, кстати, мы пришли к тому, что мы тоже выпускаем. Видите, это печенье, три вида наши. Абсолютно все на натуральных ингредиентах. На масле, на твороге. Если вот это творожное, любимчик, значит, там творог, который был произведен на Красницком молочном заводе. Вот, имбирное печенье. Причем, если когда происходят какие-то праздники, да, допустим, 8 марта, мы делали большие пряники с 8 мартом, с сердечками. Если это было 23 февраля, то мы делали солдаты с ружьем. Ну, то есть, как бы стараемся, чтобы людям... Я не знаю, кофе будете, нет? Кофе нет, чай. Чай, да. Чай, видите, это не совсем обычно для, как бы, кафе-столовых, да, то есть мы чай в чайничках подаем. Кстати, какой? Черный. Черный с бергамотом? Чайничек. Чашка, возьмите для чая. Ну что, Алексей, давайте примерно составим чек. Ну, мы понимаем, что здесь больше, чем один обед, но мы все-таки возьмем стандартно. Соление, борщ. Овощи с рыбой. Сметана, да, наверное, отдельно. Да. Пирог с вишней и чай. 350 рублей. 350 рублей комплексный обед. Это еще, я вам хочу сказать, все-таки дорогой получается обед, да, потому что мы взяли одно из дорогих блюд, как овощную рагу, допустим, и рыбу. Если это будет там котлеты, то есть такое-то. Ну, то есть, если вот, чтобы для понимания наших телезрителей, от какой суммы примерно и до какой может составлять обед? Бось может сказать, о какой сумме у нас может обед состоять. Ну, то есть, 250 рублей – это такой средний-средний чек для обеда обычного посетителя. А завтраки? А завтраки вообще до 100 рублей, да. До 100 рублей. То есть, в принципе, 350 рублей в день, и человек абсолютно… Алина, а можно нашу скидочную карту, да, давай мы подарим нашим, да, ведущим. Вот, это вот наша скидочная карта, она у нас у всех наших гостей есть, да, она накопительная. То есть, здесь идет накопительная скидка, то есть, соответственно, какой-то пятый, или шестой, или седьмой обед уже будет бесплатно. Прекрасная. Спасибо большое. Ну, хочется уже все это продегустировать. Пойдемте, Алексей, пробовать. Алексей, спасибо вам. Конечно, что бы вы порекомендовали первым мне продегустировать? Я бы пирожок съел. Но он сладкий. После прога я не смогу съесть морщ. Поэтому я думаю, что, наверное, может быть, с оленей начать попробовать, да, а то капусту примерно. Еще раз, давайте повторим для наших телезрителей, что с оленей где? Да, что это делали мы. Ну, за исключением корнишонов, конечно, потому что, да, а вот капуста... Очень вкусная капуста. Да, да. Более того, мы из этой капусты потом варим щи. Прекрасные. Вот, и кислые. Правда, очень вкусно. Если хотите попробовать сами, приходите в кафе Любава по адресу Можайское шоссе, дом 130 с 8 до 17 часов. Более того, с 16, 30 до 17. У нас скидка 40% на все горячие блюда, на первые блюда и на закуски. Ну что, попробуем как раз-таки первое блюдо. Борщ, сметана. Готовить из хороших продуктов – это одно удовольствие. Не только для любой хозяйки, но и вообще для людей, кто связывает свое дело с этой профессией. Ведь ты же знаешь, что ты кормишь людей хорошей продукцией. Ну прям даже хочется, наверное, приходите, кушайте. Да, хочется выйти вот прям, да, в 8 утра и кричать. Приходите к нам есть. Приходите на блины, пироги, запеканки. Знаете, мы какое количество блинов испекли, когда масленица была? Рассказывайте. Пока я буду пробовать борщ. У нас были заказы по 150 блинов мы делали. Очень вкусный борщ. Вкусный борщ, правда? Похож на домашний, нет? Похож на домашний, да. Такой есть тут и сладость такая легкая, и кислинка. Вот все как должно быть в правильном борще. Основные вкусовые качества борща как раз заключаются в том, чтобы соблюсти… Очень вкусный, правда. Да, между кислым и сладким, да, то есть вот эту грань не потерять. Ну что, вы снискали еще одного как минимум поклонника в вашей кухне. Попробуйте только не пойти. Очень вкусный, обязательно. Теперь будем с Артемом как минимум приезжать к вам на обед. Так, ну что, пока мы борщ… Я же все-таки дегустирую, да, съесть все я не могу, но попробую все. Как тот хохол, не с ним так… Да, на кушу. Да. Что сало? Что бы пробовать? Сало, оно есть сало. Ой, не попадает на меня морковка. Все. Овощи мои любимые. И рыбка. Кстати, очень недооцененный продукт, честно вам говорю, горбуша, да. То есть у нас привыкли все к семге, к лососу. Парелли, да. Парелли, да. Искусственно выращенную, да. Как известно, горбуша… Вкусная. Ну, по одной простой причине, что она как, знаете, сорная рыба считается, да. То есть она, когда идет на ерест, она умирает после ереста. Вот. Но вот сейчас у нас стали горбушу все-таки использовать в гастрономических целях. И вот мы стараемся по полной программе, потому что по цене она и по своим вкусовым качествам совсем неплохо. Ну, и, наверное, по полезным свойствам рыба всегда должна быть в рецепт рационе. Да. Можно обратить внимание, что она не красного цвета, она все-таки такого розоватого, натурального цвета, да. Но очень вкусная. Правда вкусная. Ну, поухаживаю. Да, давайте отставляем в сторону. А теперь вкусняшки. Будем пить чай и пробовать сладости. Ваши сладости, которые тоже произведены в Агросоюзе Любава, да. Да, в частности, именно в этом кафе, не на наше. У нас есть еще же, я повторюсь, есть еще одна у нас точка. Это наш цех, который в Голицыно. Но мы там не делаем пока сладостей. Чай с бергамотом. Хотелось бы сказать, что тоже мы сделали, но я слукавлю. Ну что? Давайте, давайте. Прямо смело. Вгрызайтесь в него. Вот такой кусочек. А вкусный? Пробуем. Ммм, угу. Очень вкусный. Прям и свеженький. Ну да. А как же по-другому? С чайком-то? И корзиночка. Любимая. Нет, еще же пирожок. Про пирог с вишней мы забыли. Ну, пирог, наверное, можно все-таки потом в дороге съесть, да, когда будете возвращаться. А вот, да, корзиночку в дороге будет очень тяжело. Песочное тесто. Песочное тесто. Апельсиновый джем, да, и белок взбитый и слегка отколорированный в печи. Алексей, ну честно, произвели впечатление сегодня на меня. Очень разнообразное меню, а самое главное, очень вкусное. И для меня, как человека, который очень выборочно и придирчиво относится к продуктам, где они... Это честно, нет, это честно, потому что я готовлю сама и кормлю свою семью только той, которую приготовила я. Причем продуктами, тоже за продуктами я езжу сама и очень придирчиво их выбираю. Касается ли это овощей, мяса, молока или рыбы. Это правда очень вкусно. Я бы привела сюда свою семью и покормила бы обедом. Кстати, очень много приходит семей, семей 10, которые почти каждый день ходят к нам обедать. Так что всех приглашаем в наше кафе, жители Одинцова. Попробуйте, вспомните вкус натуральных продуктов, вспомните вкус домашней еды, приходите в кафе Любава. Это была программа «Реальные кадры», с вами была Мария Шматкова. Пока! Редактор субтитров А.Семкин